Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава муниципалитета Алексей Спадский провел выездной прием в Горках Ленинских. Они на данный момент готовы нас приглашать на свои совещания. Мы надеемся, что мы сможем услышать то, что нам нужно. В Ленинском городском округе продолжается плановый ремонт автодорог. Здесь я прошу поставить лежачий полицейский на этом пешеходе, потому что четыре полосы. В Развилковской библиотеке состоялось открытие выставки художника Александра Талызина. Я так вижу. Это чисто мой личный взгляд на жизнь. Личный прием граждан главой Ленинского городского округа Алексеем Спадским является важным направлением работы руководства муниципалитета. Чтобы сделать такие встречи максимально доступными для местных жителей, они проводятся в территориальных отделах. В этот раз Алексей Спадский провел прием в Горках Ленинских. Личные встречи с жителями позволяют главе муниципалитета не только досконально вникнуть в проблему, но и разделить эмоции и чувства людей. Представительницы деревни Корбова Нина Быченкова и Светлана Лень обеспокоены соседством с ЖК «Горкий парк». Они обратились в администрацию округа с просьбой разделить транспортные потоки деревни и жилого комплекса. Как выяснилось, работа в этом направлении ведется самая активная. На прошлой неделе с застройщиком мы уже встречались. Соответственно, для вас это то, что ваше обращение сейчас находится по работе. И мы, соответственно, с застройщиком будем уточковать конкретно все решения, в том числе с учетом позиций жителей, которые есть на сегодняшний момент. Я считаю, что надо немножко еще дополнить ответ Сергея Анатольевича. Это для нас, скажем так, не первый прецедент. Мы тоже самое проводили в Богданихе. И вопросы были сняты в тот момент, когда инициативная группа, там тоже староста, еще два человека, потому что, ну, всех же не приведешь. Пришли, провели совещание, там министерские подключались по ВКС, да, и там тоже спрямили дорогу. Она не по улице пошла, а обошла микрорайон справа. Главный плюс таких встреч – на них присутствуют представители администрации, курирующие вопросы, с которыми обращаются граждане. В данном конкретном случае местные жители уверены, в конструктивном диалоге и совместными усилиями можно найти определенный компромисс, который бы устраивал всех. Они вот на данный момент готовы нас приглашать на свои совещания. Мы надеемся, что мы все-таки сможем услышать то, что нам нужно и добиться. То есть они будут пересматривать свой проект и нас не подсоединят к ЖК. С похожей проблемой обратились и жительницы деревни Белиутова, Лидия Сорокина и Галина Нилова. Недалеко ведется строительство, и они опасаются, что техника начнет ездить транзитом через деревню. На встрече их успокоили. Такого не произойдет ни в коем случае. У нас вся деревня переживает, потому что у нас транзит, у нас застройки вокруг. Вся деревня переживает, и мы с этим боремся. И нам в этом очень помогает. Всего на территории горок Ленинских проживает более 12 тысяч жителей. А потому, чтобы держать руку на пульсе чаяний и проблем людей, поездки сюда на постоянной основе входят в рабочий график главы муниципалитета. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжается плановый ремонт автодорог. А тем временем уже сейчас жители могут выбрать, какие транспортные артерии следует привести в порядок в следующем 2024 году. О голосовании на портале Добродел и его лидерах на данный момент наш следующий сюжет. В начале июля на портале Добродел стартовал второй этап голосования по ремонту автомобильных дорог в Подмосковье в 2024 году. В нем участвует более 3,5 тысяч транспортных артерий региона. В их числе 13 уже отобранных ранее в Ленинском городском округе. На данный момент лидер голосования улица Вишневая в микрорайоне Римский в Развилке. За нее отдали свои голоса более 90 жителей. На втором месте голосование Белокаменное шоссе. Именно оно соединяет Видное с Каширским шоссе и является важнейшей транспортной артерией города. Белокаменное шоссе нужно ремонтировать? Или его состояние нормальное? Да вроде нормально. Не только Белокаменное шоссе, но и центральную улицу обязательно надо ремонтировать. Небольшие там поломки где-то, переезды все мешают. Вот так, в принципе, можно расширить ее, потому что там постоянно пробки. Я очень часто езжу. И вот в это время сейчас бывают там такие пробки, что мама не горюю. И очень много времени теряется именно за простую пробку. Замыкает тройку лидеров новое шоссе в поселке Дрожжино. Здесь предлагается отремонтировать участок, непосредственно примыкающий к Варшавскому шоссе. На четвертом месте дорога, ведущая от улицы Школьной к деревне Торичево и микрорайону Зеленой аллеи. Кстати, бульвар Зеленой аллеи также участвует в голосовании. Многие местные жители уверены, обе дороги и ведущие к Торичево и бульвар Зеленой аллеи ремонтировать нужно. Отдельно отмечают необходимость привести в порядок тротуары и поставить лежачие полицейские. Хотя бы ограждение, чтобы поставили. Один раз здесь шел пьяный человек, он оступился, просто вот здесь вот упал на дорогу. Здесь вот я прошу поставить лежачий полицейский вот на этом пешеходе, потому что четыре полосы меня лично вот реально чуть не сбили. Неплохо пересмотреть бы разметку на дороге, это уже неправильно. Знаете, что сейчас проходит голосование на портале Двородел за ремонт дорог в следующем году? Нет, еще не видела. Не видели. Вообще, в принципе, голосуете? Да, конечно, когда я вижу, проголосуем. В Зеленых аллеях у вас как с дорогами? Не нужно ремонтировать? Подлатали, все кругом. Внутри, да, подлатали. Были ямы приличные. Всего в Видном предлагается привести в порядок шесть дорог. В списке есть также улицы Лесная и Булатниковская. Повлиять на результат голосования можете и вы. Заходите на портал Добродел и сделайте свой выбор. Голосование продлится до 31 августа включительно. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали троих участников группы, подозреваемых в разбойных нападениях. По версии следствия, молодые люди заманивали своих жертв якобы на свидание с девушкой, а затем нападали, избивали и отбирали ценности. По имеющейся информации, 18-летний житель города Москвы в одном из мессенджеров познакомился с девушкой, с которой договорился встретиться в селе Булатниково Ленинского городского округа. Однако вместо новой знакомой на свидание пришли трое злоумышленников. Молодого человека избили, отобрали телефон, а с его банковского счета вскоре пропали 7 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали троих нападавших в возрасте 21-22 лет. А задержанного за что? Избиение и забрали телефон. Мы были в трене. Получается, мы его пригласили. Девочка, наша знакомая, пригласила его на место. Он приехал с наркотическими веществами, альфа и альфа и альфа. При обыске у одного из них был обнаружен похищенный мобильный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Телефон как у тебя оказался? Ну, сказал он, что возьми телефон его. Возьмешь? Да. Чтобы не пользовался ничем. И вот тебе просто... Потом сказал, найдешь. В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность двоих подозреваемых к совершению аналогичного преступления на территории округа. Только в этом случае, не обнаружив денег у 24-летнего москвича, злоумышленники оформили на него через онлайн-банк два микрозайма на сумму более 10 тысяч рублей, а затем перевели деньги на свой счет. Они как бы просто сказали, что, типа, ну, если я открываю все спербанк, вот я такой, типа, ну, я не буду открывать спербанк. А где именно? На телефоне? На телефоне, да. И я все-таки, меня заставили насильно, то есть, вот человек сказал, что вот ты опять сопротивляешься, меня побил опять, то есть, он сперва ножом пристал ко мне, вот, к лазу. Видновским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности правонарушителей к совершению аналогичных преступлений. Пловец из Видного Иван Гирев взял две золотые медали в третьем этапе Кубка России по плаванию. Впереди у спортсмена финал соревнований, в котором он намерен доказать, что воспитанники оздоровительного центра «Дельфин» лучшие в стране. О профессиональном пути Ивана расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. Это сегодня Иван Гирев, знаменитый во всем мире пловец, серебряный призер Олимпийских игр в Токио. А в детстве, когда только стал заниматься плаванием, бассейн для молодого человека был не более чем увлечением. Будущий профессиональный спортсмен свой путь начинал в маленьком городке под Ярославлем. Первый тренер заметил способности мальчика. С тех пор все и изменилось. По техническим причинам тренер не смог больше тренировать нашу группу основной. И он передал способных ребят в Ярославль тоже к знакомому тренеру. Первые разы поездил и километров 50. То есть час-полтора туда и я обратно на тренировку. И первые разы мне казалось, что я так не смогу и зачем мне все это нужно. А потом втянулся и даже переехал туда, в Ярославль. Воля к победе у Ивана была всегда. Работа над собой и упорные тренировки дали свои плоды. Показывая хорошие результаты на соревнованиях, волею судеб молодой пловец попал к заслуженному тренеру России Андрею Шишину. Тогда мастер спорта готовил группу к чемпионату мира и Олимпийским играм. Иван стал частью команды оздоровительного центра «Дельфин». Это было совершенно новое восприятие тренировочного процесса и спортивной жизни, когда ты понимаешь, что с тобой человек, который едет на Олимпийские игры. И это очень сильно воодушевило меня продолжать спортивную карьеру и еще выше стремиться к высоким целям. За достаточно продолжительный профессиональный путь на счету Ивана уже много побед. Самое яркое – серебро на Олимпийских играх 2020-го с рекордом России. Сам спортсмен эти годы оценивает как непростые, но продуктивные. Во многом это заслуга директора центра «Дельфин» и личного наставника Гульнары Романадзе. Гульнар Джамаловна – это отдельно можно писать интервью про ее заслуги, поддержку нашу и вообще то, как она нам помогала на всем этом пути. Это неоценимый труд, который я даже коротко описать не смогу. Это человек, который 50% нашего успеха – вот это Гульнар Джамаловна. Сегодня тренировки занимают 80% свободного времени. Останавливаться на достигнутом Иван не намерен. Заветная мечта видновского спортсмена – олимпийское золото. А пока показывает высшие результаты на отечественных соревнованиях. На днях Иван Гирев вернулся с третьего этапа Кубка России по плаванию. Взял сразу две золотые медали. Финал Кубка пройдет в конце июля. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, ВитнетВ. В Развилковской библиотеке состоялось открытие выставки художника Александра Талызина. На экспозиции под названием «Личный взгляд» представлено около 20 картин живописца. «Личный взгляд» – название экспозиции говорит само за себя. Художник Александр Талызин через картины рассказывает зрителям запутанную, немного сюрреалистическую историю своего восприятия реальности. Источник вдохновения автора – это его сновидения и фантазии. «Я так вижу. Это чисто мой личный взгляд на жизнь вообще, на все, на предметы. Работу я свою либо во сне вижу, либо придумываю». 20 произведений гармонично разместились в зале Развилковской библиотеки. Идея организовать выставку принадлежит старшей дочери художника Дарьи Звездкиной. «Сколько вот я себя помню, папа все время рисовал. Работы у него всегда были такие необычные, и мне это очень нравилось. Даже когда я сама училась в педагогическом колледже, у нас были тоже уроки рисования. И я что-то даже брала из папиной техники и тоже рисовала дома». «И когда Даша побывала на презентации, посмотрела, и у нее возникла такая идея, она обратилась ко мне с просьбой выставить работу ее папы. Потому что папа художник, действительно работы интересные, и давно не выставлялся. Но, конечно, мы пошли навстречу. Тем более, что у Александра Сергеевича Талызина здесь живут родственники, друзья». Пробует себя в живописи и внук Александра Талызина, шестилетний Никита. «Корабль – это солнце, ну, закат – это кусок замка, это море. Ну, как все. Вот это еще закат. Называется эта картина «Мальский пейзаж». «Когда приезжаем, конечно, да, они там рисуют, там, на мольберте, краски. Никите очень нравится. Он с удовольствием едет и говорит, давай рисовать будем. Меня заставляет рисовать, но из меня, конечно, не получился художник». Посетители выставки детально рассматривали картины и с удовольствием общались с автором. Александр рассказал об истории создания многих произведений. «Работа написана очень легко. Кажется, первое впечатление и легкостью работы. На самом деле за этим стоит колоссальный труд, потому что прописать каждую детальку, создать композицию – это очень сложно». Выставка Александра Талызина будет открыта в Развилковской библиотеке до конца августа. Познакомиться с экспозицией можно в часы работы учреждения. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.